МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа о том, кто и как заботится о нашей безопасности, когда мы путешествуем. Безопасным маршрутом вас поведу я, Василий Кучушев. Сегодня в выпуске. Всего один звонок. Алло, Геленский вокзал заминирован. Во сколько обходятся телефонные террористы российской транспортной системе? И железная дорога теряет задержки поездов, задержки авиарейсов. Кто и как ловит криминальных шутников и чем может обернуться такой юмор? Смотрите прямо сейчас в программе «Безопасный маршрут». Аэропорт сложнейший в управлении объектом. Каждую минуту здесь взлетают и садятся самолеты. Воздушные суда выстраиваются в очередь к полосе, спешат к телетрапам, чтобы поскорее высадить пассажиров. Затем, чтобы все это работало без путаницы, из боев следят несколько десятков человек. У них на счету каждая секунда. А теперь представьте себе другую ситуацию, когда людей, пролетевших много тысяч километров, подолгу не выпускают из самолета. Да и сам он не может приблизиться к зданию аэропорта. В это время внутри кинологи с собаками проверяют каждый метр зала ожидания и других помещений. Объявлена эвакуация. На место происшествия едут взрывотехники, спасатели, скорая помощь и другие службы. Все рейсы на ближайшие часы задерживаются или вовсе отменены. Каждый час поиска взрывного устройства в аэропортах и на вокзалах обходится государству и частным компаниям как минимум в 2 миллиона рублей. При этом звонки о заложенной бомбе почти на 100% в дело рук не настоящих, а телефонных террористов. Чтобы узнать, как ловят телефонных террористов, угрожающих российской транспортной системе, мы приехали в Санкт-Петербург, в экспертно-криминалистический центр управления внутренних дел на транспорте. И сейчас его начальник Игорь Пробитюк расскажет нам, как работает эта служба. В 2009 году руководством управления на транспорте МВД России по северо-западному федеральному округу было принято решение о развитии в нашем центре фемиоскопических исследований. Это возникло в связи с тем, что в северо-западном регионе увеличилось количество звонков по ложным сообщениям по террористическим актам. В 2009 году руководством центра был подобран кандидат по данному направлению, который должен был соответствовать определенным требованиям. Прошел успешную стажировку на базе ЭПЦ. Вот тот самый отобранный для поимки телефонных террористов кандидат. Кабинет старшего лейтенанта Елены Тикки находится в самом дальнем и тихом углу управления. Ежедневно Елена прослушивает десятки записей самых разных голосов. Может и одному, даже еле слышному шороху, уделить половину рабочего дня. В фонологической экспертизе каждая деталь из телефонного разговора может сыграть решающую роль для поимки преступника. У каждого человека есть своя манера разговаривать, как он выделяет слова в предложении, то есть какие ударные бывают слова. Также расстановка пауз, всякие слова-паразиты, которые чаще всего встречаются у людей. По таким параметрам, также по техническим параметрам мы делаем идентификацию по голосу. Помогает специалисту сверхчувствительное звуковое оборудование и компьютерная программа. В ней Елена не только слышит, но и видит каждый произнесенный звук в мельчайших деталях. Алло! Еленский вокзал заминирован. Эту лжеминершу задержали по горячим следам. Но она долго отпиралась. И только благодаря фоноскопической экспертизе удалось доказать, что на записи с угрозой был именно ее голос. Теперь из-за этого звонка, совершенного просто от скуки, женщина находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье «Телефонный терроризм» и грозит до трех лет лишения свободы. Как бы человек ни менял голос, даже при помощи зажимания носа, при помощи компьютерного синтезирования, все равно человек не может полностью изменить свой голос. Всегда остаются какие-то характерные черты. Бывает, оперативникам сообщают о минировании не просто отдельного вокзала или аэропорта. Целого города. Так было в ноябре 2012-го, когда неизвестный мужчина в течение нескольких дней терроризировал ложными звонками одно из петербургских отделений милиции. Алло. Алло, я хочу, чтобы вы приехали ко мне сюда домой. Мне сказали, может, я взорву. Он звонил несколько раз. Наверное, раз семь, по-моему, из дежурной части поступали вот эти вот записи. Он говорил совершенно разные вещи. Вот его манера разговаривания, то, что он немножко говорит шепотом, так, на надрыве, скажем так. Естественно, на образцах это все повторяется. Он пытался, конечно, периодически изменить голос, но это не получилось. Вас знакомо лицо? Я не понимаю вас. Автором сообщений, от которых просто мороз по коже, оказался психически больной мужчина. После того, как результаты фоноскопической экспертизы показали, что звонил именно он, мужчина по решению суда отправился на принудительное лечение. По статистике, пошалить с использованием телефона и набора нехитрых фраз тянет не только психически больных людей, но и любителей спиртного. Хотя бывает и так, что о якобы заложенной бомбе звонит абсолютно трезвый и вменяемый человек. Человек опаздывает на рейс, пытается также задержать данную отправку рейса. Ну, естественно, все это будет установлено, данный человек понесет ответственность. Криминальные шутники – отдельная головная боль российских спецслужб. Нередко сотрудникам правопорядка приходится сталкиваться с ними лицом к лицу. Как правило, эти граждане никуда не прячутся. И даже напротив, с радостью готовы предоставить свой багаж на осмотр. Но даже одно брошенное в адрес охранников слово, а якобы заложенное в их багаж бомбе, может закончиться очень плохо и для шутника, и для остальных пассажиров. В таком случае также данное лицо будет подвержено задержанию. Вещи будут досматриваться также с присутствием взрывотехников, кинологов. В рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте фоноскопические эксперты сегодня работают в каждом федеральном округе нашей страны. О том, что существует такая служба, мало кто знает. Однако результаты деятельности ее специалистов вполне ощутимы. Только за первые месяцы 2013 года и только в Петербурге зафиксировано уже около 40 звонков телефонных террористов, 10 из которых уже задержаны и готовятся предстать перед судом. Но даже самая современная техника всего-навсего помогает людям бороться с преступниками и террористами. Остальное зависит от нашей бдительности. Это была программа «Безопасный маршрут» и я, Василий Кучушев. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова